Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, и я святой его. Здравствуйте. Один из конфликтов между мнениями современного общества и церковной традиции это вопрос о создании семьи, о том, что есть семья, что не есть семья, что допустимо, что недопустимо в личной жизни человека до, собственно, брака, что считать браком, а что не считать. В последние годы общественное мнение категорически отвергает христианское традиционное отношение к свободному сожительству или просто к каким-то разовым встречам ради секса, отвергает отношение к этому как к чему-то недостойному, греховному. В общественном мнении превозобладало отношение к блуду как к норме, как к обыденности, как к части быта. И общество зачастую бывает сердито на церковь, из-за того, что церковь эту позицию не принимает и принимать не собирается. Ладно бы еще конфликты в обсуждении этой проблемы где-то в масс-медиа, но эта конфликтная ситуация зачастую вторгается и в пределы храма, когда человек, считающий себя православным, но при этом усвоивший взгляды современного общества, недоумевает, почему его не хотят допускать к причастию, почему его как-то пытаются вразумлять, считать ему народные учения, которые ему неприятны. И зачастую это проблема для священника, как поступать с теми иными людьми. Кто-то идет по пути наименьшего сопротивления и, махнув рукой, типа, живите как хотите, причащают всех желающих без каких-то ограничений, без накладывания эпитемии. Кто-то понимает, что причащая людей, считающих для себя блуд нормой, мы и этим людям очень печальную медвежью услугу оказываем. Если человек причащается недостойным, его духовные проблемы будут только усиливаться. Это никоим образом не в пользу и не в помощь. И мало того, священник, допускающий такие вещи, он очень серьезный грех берет на себя. И понятно, что надо объяснять, но зачастую бывает трудно объяснить. Люди говорят, ну вот мы же ничего плохого не делаем. Мы просто вот живем вместе или просто встречаемся. Терпеть мы не собираемся в издержании. Так, чтобы семью по-настоящему заводить, там, рожать детей, всегда находятся отговорки. Там жилье съемное, зарплата недостаточная, еще что-то не так на то, чтобы там свадьбу на 500 человек отгрохать. У нас денег нет, а без свадьбы мы венчаться не будем. В общем, отговорок может быть невероятное количество. Самое, пожалуй, позорное – это когда люди говорят, ну, мы так эксперименты ради поживем, если у нас сложатся отношения, то обвенчаемся. Если не сложатся, ну, лучше расходиться, не обвенчавшись, чем потом, такое совершенно мерзкое слово звучит, развенчиваться. Ну, вот в таких случаях приходится людям говорить, если живете ради эксперимента, то можете даже не обнадеживать, не обманывать себя и друг друга, расстанетесь. Расстанетесь – это практически гарантия. Если даже, может, не так быстро расстанетесь. Не завтра, но отношения, в которых люди не готовы отдать себя друг другу, сжигая мосты, отрезая себе дорогу назад, эти отношения обречены как минимум на проблемы, но в абсолютном большинстве случаев они обречены на недолговечность. Кроме Священного Писания, канонических правил и свято-отеческих наставлений, у нас в борьбе за целомудрие есть один прекрасный союзник – статистика. Эту информацию достаточно нетрудно найти, она не секретная. Сейчас 75-80% браков, даже заключенных в ЗАГСе, заканчиваются разводом в достаточно обозримый промежуток времени. Институт семьи как чего-то постоянного практически полностью утрачен в последние годы. Если говорить о браках зарегистрированных, и большая часть из них недолговечная, то так называемые гражданские браки, то есть блудные сожительства, разумеется, там процент недолговечности, конечно же, еще выше. Почему? Семья перестала быть чем-то долговечным. Именно по причине того, что блудная связь в общественном мнении перестала считаться греховной. Именно потому, что абсолютное большинство людей, крещённых и считающих себя православными, в том или ином понимании, но тем не менее соотносящихся с православием, считают для себя нормой не трагедией, не падением, а частью быта считают для себя блудную связь. Когда отношения начинаются с достижения духовного единства, с совместной молитвы, с совместным участием в таинствах, этим отношениям сопутствует благословение Божие. И если супруги не отходят от духовной жизни, не отходят от Бога, то их брак будет надежным, он действительно совершится навсегда. Господь дарует им ту любовь, которую, по слову апостола Павла, никогда не перестаёт. А когда отношения начинаются не с достижения духовного единства и благословения Божия на создание семьи, с блудной страсти, то в этих отношениях появляется третий лишний. И даже во множественном числе третий лишний демон блудной страсти, присутствие которых, разумеется, для семьи ничего хорошего не несёт. И благословение Божие постфактум спрашивает не то, чтобы бесполезно, но, по крайней мере, гораздо труднее это благословение вымолить. Именно по этой причине свидетель Василий Великий пишет, и эти его слова входят в свод канонических правил православной церкви, 26-й из правил Василия Великого, «Блуд не есть брак и даже не начало брака, поэтому совокупившихся посредством блуда лучше разлучать, если возможно». Свидетель Василий делает оговорку, что только если в том случае, когда разлучение приведёт к ещё большему разврату, к ещё большим грехам, допустимо с определёнными отлучениями, определёнными агиптемиями, всё-таки сочетать этих людей браком. Со стороны Василия Великого это не вредность, не изуверство, это свидетельство об опыте. Вот именно этом сам опыте. Если плод сорван раньше времени, не успевший созреть, если отношения начались не с того, то эти отношения обречены на очень серьёзные проблемы. Думаю, что опрометчиво было бы духовные законы наши применять к людям неверующим. Там всё может быть иначе. Я охотно допускаю, что если люди, не задумавшиеся о существовании Бога, полюбивши друг друга, стали жить вместе, а потом пришли к вере, увидели греховность своего жительства, покаялись в грехах, и в ответ на это покаяние Господь благословляет их брак, да, там, наверное, всё может быть иначе. Но когда ради блудного сожительства верующий человек, причащавшийся, отходит от чаши и делает выбор между причастием и блудом, надеется на то, что Господь благословит это сожительство, и там всё будет мирно и замечательно, надеяться было бы глупо. Когда человек настаивает на своём праве грешить и хочет одновременно блудить и причащаться, ну, это уже понятно, что это духовная безграмотность, это непонимание ситуации, но в данном случае непонимание не освобождает, не то чтобы от ответственности, не освобождает от тех демонов, которые поселяются не то, что непрошенными, а, наверное, зваными всё-таки гостями, поселяются в этой семье. И семьи рушатся, родившиеся дети растут без родителей, без кого-то из родителей, это чаще всего без отца. Дети, выросшие в неполных семьях, потом в большинстве случаев не умеют строить отношения с противоположным полом, когда нет положительного примера семейных отношений, очень трудно создавать семью самим. Вот когда человек, вступающий в сожительство, задумывается о собственном комфорте, о собственных удовольствиях, проблема даже не в том, что он не думает о собственной душе, проблема в том, что он программирует несколько поколений своих детей, внуков и правнуков на те же самые духовные проблемы. И если уж нет страха Божия, если уж нет стремления жить по-христиански, то, может быть, уж хотя бы понимание ответственности за своих детей, за следующие поколения. Как это должно подталкивать человека к принятию решений все-таки в пользу христианского брака? Хотя, к сожалению, когда блудный бес завладевает сознанием человека, то не только страх Божий, но и, в общем-то, опция ответственности за собственных детей и внуков, к сожалению, тоже отключается. Тем, кто только начинает отношения, кто только-только встретил свою возможную вторую половинку, очень хотелось бы посоветовать, постараться в чистоте дойти до таинства венчания. И замечательное высказывание одного хасидского мудреца, был такой Менаха Мендал Шниерсон, хотя мудрец не христианский, но мысль и опыт глубоко христианский по содержанию о преждевременной сексуальной близости. Находясь близко, когда следовало бы быть далеко, вы окажетесь далеко тогда, когда надо будет быть близко. Это предостережение пусть удержит отпадение от неверных шагов, но тем, кто уже впал в грех и все-таки хотел бы покаяться и получить благословение Божие, совет те возможные проблемы, конфликты, недопонимания, какие-то неприятные ситуации в семье происходящие просто воспринимать как епитимил за грех. Творим плоды покаяния, вот пусть в числе этих плодов покаяния будет терпение друг к другу. И еще христианская семья это не только семья венчанная, христианская семья участвует в таинствах, супруги регулярно исповедуются, причащаются вместе. Если даже возникают какие-то недопонимания, конфликты, какие-то сложные ситуации, мы с этими сложными ситуациями идем на исповедь. И если у самих не хватает мудрости, любви, разумения, выйти из этих ситуаций достойно, то на исповеди может быть дан совет священника, который поможет нам увидеть нашу гордыню, наши ошибки. В конце концов молитва друг за друга и ответственность за душу друг друга, без которой тоже невозможна христианская семья. Благодаря всему этому Господь действительно поможет нам с нашими вторыми половинами пройти жизнь рука в руку и вместе быть и в повозной душе моя Господа и внутренне я мою и святою Бог Продолжение следует...